Глеб с утра смотрится в зеркало. Это у нас аперитив для хорошего начала дня. Традиционный чилийский коктейль Pisco Sour. Его пьют после завтрака традиционный. Русские. Русские два. Чилийцы очень пищат по поводу вот этого своего замечательного самогона. Очень им гордятся. Собственно, как и любая другая нация, которая заставляет всех приезжих посвящаться их самогону. Да. Я не могу отказать тебе в шутке за 300. Пацаны, как на вкус пищу? Горчи. Ты любишь горчи. На любителя. Кормотка с швеппусом. Да. Только на другом корзинке. Только швеппус, который зеленый. Пошел на взлет пеликан. Я тут потерял очередную гарнитуру, с которой я не расстаюсь, и пошел поискать ее, заодно с утра погулять по Виньо-дель-Мар, где мы остановились на одну ночь перед поездкой в Альпараисо. И такое ощущение, что это иностранный Адлер. На самом деле, это портовый город. И здесь не море, а океан. Но не покидает ощущение, что это Адлер немного в другом измерении. Но, опять же, все портовые и курортные города похожи. Единственное отличие, что здесь никто не продает всякую хрень, как это делается у нас. Даже несмотря на то, что это не сезон, здесь никаких признаков вот этой вот адской уличной торговли. Наверное, даже похоже не на Адлер, а на довоенный сухум, неразрушенный. Очень приятно. Очень люблю курортные города. Не в сезон, когда мало людей. А вот, кстати, у меня за спиной та самая знаменитая Араукария. Чилийская сосна. Один из символов страны. Не, ну реально, очень круто. Интересные виды. И чувствуется, что это совсем другая страна. Здесь все другое. А что именно другое, непонятно. Вот для выяснения этого непонятно, как раз и стоит ездить в другие страны. Йоу-йоу-йоу, это Краспол ТВ, и мы в Альпараисо. Но сегодня никаких йоу, поэтому просто идем дальше. А вот мы в порту. Чилийский флот. Это, кстати, флот прогулочный, а вон вдалеке военный. Смотрите, как аутентично на фоне старинного здания Адмиралтейства проезжает не менее старинный троллейбус. Хорошо зимой, туристов нет. Одни мы. Какая прикольная проходка на фуникулёр. Фуникулёрчик. Вот это фуникулёр. Ребят, не устаю каждый раз повторять, что такое фуникулёр. А вот они, те самые знаменитые граффити или муралис по-местному, которых есть много в Альпараисо, и за которыми приезжают туристы. Кстати, это вот один из известных случаев, когда власти поняли важность и туристическую привлекательность таких рисунков. И не только их начали разрешать, но и начали способствовать их появлению. Всего лишь обычная лестница, забитая граффити и сразу же туристический объект. При условии, что граффити приличное. Товарищам политикам посвящены. Ой, да, посмотрите, вон этим коррумпированным политикам отрубают руки за взяточничество. Хотя буквально за углом происходит совершенно обратное. Воу-воу-воу-воу. Какая социалочка мощная. И молоденький Джек Николсон выглядывает. Аутентичность, про которую так любит говорить Серёга Жу, здесь представлена в избытке. Например, вот это парковочное место. За ним нормальные такие трущобы. А за трущобами вон он, целый город, который облепил разными домами все склоны гор, причём очень плотно. Вот очень странно, вроде бы всё то же самое, что в Адлере, но почему-то всё выглядит гармонично. И такое ощущение, что здесь запрещена говнореклама, которой у нас полно, спонтанные вывески и сайдинг. Или вообще пластик. мы по-моему какую-то тюрягу проходим, что ли. Или школу, судя по звукам. Колючей проволоки много, да. Вместо сайдинга тут какие-то профилированные листы пластика, но они покрашены в краску, имитирующую олдскульчик. Эти местные жители постоянно пытаются что-то тебе рассказать, даже если ты особо не спрашиваешь. В аэропорту там был чувак, мистер минивэн, который нам, наверное, раз 10 что-то подсказывал действительно полезное, а в конце спрашивал, всё-таки не понадобился ли нам с 8-го раза минивэн. Но нет. И тут собаки, везде собаки. Все собаки в таких прикольных халатиках, мантиях. Действительно, это же пончо, это национальная собачья одежда. Реально, я же говорил, похоже на сухум. Вон, даже есть мозаичка, похоже, ну не церетели, конечно, но тоже пойдёт. Мы когда летели в самолёте, там показывали, что чили производит много вкусных апельсинов. Не врут. Реально вкусно. Смотрите, веди как сок капает. Судя по всему, на этом рынке настоящие фермеры, потому что тут такие олдскульные пикапчики и грузовички в лучших южноамериканских традициях. Короче, я на 800 фесо приобрёл один апельсиновый, чуть-чуть мандаринок, это 80 рублей. Ну, примерно как у нас. Что, в каске? Вроде, в каске. В каске, да. Мандаринки, кстати, прикольные. не особо сочные, но очень-таки сладкие. Не абхазские. Другие, совершенно другие. вот мы отошли буквально чуть-чуть от центра Вальпараиса и тут уже райончик победнее, всё попроще. На самом деле, очень похоже на Сочи, типа как в районе Светлановского моста, например. И тут уже есть всякие хрущобы, всё-всё. Вот, к примеру, памятник туалету, достояние человечества. Это вам не лебедей из покрышек делать, между прочим. Или вот обычный лифт. Всё как надо, бельишко висит, срач из проводов, булыжная, мостовая, правильное соотношение стекла и пластика. А видите, я везде хожу с рюкзаком, как дурак. С тяжёлым, кстати, у меня там ноутбук, зарядки, документы и самые ценные вещи. Типа там запасной аккумулятор, GoPro. Нас тут напугали, что обязательно следите за вещами, ничего вообще не оставляйте в машине, разбивают стёкла, всё угоняют. Мы, конечно же, послушались, испугались, а потом я вспомнил, как иностранцы ходят по Москве и по Питеру, там всякие китайцы и немцы с рюкзаками надетыми вперёд. Им говорят про Россию примерно то же самое. Ибо вас обязательно ограбят или уведут тачку, вы чё, это же Россия. И вот мне что-то кажется, что мы все зря друг друга боимся в разных странах. Но это не точно. Игра пропасть. Не, на этом месте ко мне должен подбежать какой-нибудь этот... какой-нибудь индейец такой. отобрать GoPro. Отобрать GoPro. Да, И такой, чувак, всё правда, всё правда. Ну, тогда посмотрим, чё там у нас с парковочкой. А, вон, смотри, воруют, 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 воруют. всё нормально. Мы на всякий случай там оставили 4-5 рюкзаков с грязными носками и старыми ноутбуками, и никто ничего не взял. Но парковка платная. А мы тут на заправочке, и вот они цены на бензин. Это надо делить на 10. 95-й бензин примерно 87 рублей за литр. Надо сходить в салон. Мы, значит, после тяжёлого нетрудового дня приехали в Рестик при отеле. Здесь буквально пара видов вина и вся линейка вот этого вот Козельеры Дель Диабло. Если вы русский, вы знаете, что оно в России продаётся в каждом магните вообще где угодно. И в России оно стоит 800 рублей, а здесь в ресторане оно на наши деньги где-то 1600. Поэтому мы попробовали как обычно так себе. Мы заказали другой вчераш, который у них был. Он ещё хуже. Он даже по Вивина входит в 35% худших вин мира. А ничего другого у них нет. Пока что у нас примерно та же ситуация, что в Грузии везде вкусные хинкали. Такие другие преодолевые. Очень да очень тяжело. Или в Грузии везде прекрасное вино. Принесли стейк. Это не стейк, по меню это кусок мяса. Ну вот это типа медиум у меня прожарка. Я не могу это разрезать. Ребят, в Чилио вообще страна мяса. Excuse me, I cannot cut this. В общем, пока что два из двух в рейстиках мясо брать не стоит. я его пока буду жевать, у меня батарейки стоят. Опытный Гошан не заказал себе мясо. Нет, конечно, конечно. А вот мы снова в аэропорту Сантьяго, нам нужно лететь вниз на юг, который на самом деле тут север, потому что там холодно, снег и пернолыжные курорты. и у нас был внезапный нежданчик такой от местных полицейских, которые вдруг заявили прямо в аэропорту покиньте машину и вам нельзя с категорией Б управлять микроавтобусом на 8 мест. Но они то ли тупые, то ли коррумпированные. Говорят, что не коррумпированные. Там уже разбирался сотрудник проката, но из-за тупости этого карабинерчика у нас пара человек могла не улететь. Еще он сказал, что сюда запрещен въезд вот таких вот больших автобусов. На самом деле нет. Блицопрос, как называются местные карабинеры, которые не знают правил? Лоскарабинеры. Блин, у нас отжали штопор. Штопор пополнил вот эту прекрасную коллекцию лыжных палок, отверток, колышков для палатки, штопоров, ножей, ножниц, зажигалок. Чего тут только нет. И твой прекрасный штопор сомелье. Еще одно подтверждение, что Air France распиздяет. Сколько тебя раз на штопор проверили? Меня на штопор проверили четыре раза. Вот так вот. Air France в Шарль-де-Голле. И еще в Москве. И только чилийцы. Страна вина. Французы тоже страна вина. А чилийцы новый свет. По пути случайно. Лос-Анджелес. На самом деле Лос-Анхелес, конечно. Но вот вы видите, на горизонте совсем недалеко там уже Тихий океан. А с другой стороны самолета у нас уже горы. Собственно, вот и вся страна в ширину. Кстати, к ребятам были вопросы по поводу лавинных рюкзаков. А вот к моему электрическому Альпрайду никаких вопросов не было вообще нигде и ни разу даже ничего не просили показать. Он, правда, у меня даже не на батарейках, а на суперконденсаторах. Летели час двадцать. Вот мы в аэропорту города Тимуко. Очень современный, стильный, чистый аэропорт. Сейчас идем брать тачки. Ну вот наконец-то зима, да, Глеббах? Февроле. О-хо-хо-хо. Брррррр. На самом деле это все норм. Вот там на заднем плане торчит вулкан большой, снежный, красивый. Итого у нас два Chevrolet Ford Ranger для реднеков. Ну и у нас такая модненькая красненькая Toyota. Чемпионат Чили по Тетрису. Нурфейсовский баул порвался, все видели. Я бы этот чемодан вот так поставил, а сюда баул залезть как раз. Мне так кажется. Во, и колеса сдержат. Афигент. И вот мы наконец-то уже недалеко от снега. Вон они, два вулкана. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.